Шестой вопрос. Иногда я чувствую себя овцой, иногда лисой, иногда в большей степени учеником. Любовь или понимание превращают человека в ученика? Это верное наблюдение. Именно так чувствует себя каждый. Этот вопрос задает прям Ашиш. Это очень верное наблюдение. Именно так все на самом деле происходит. Иногда я чувствую себя овцой. И если вы похожи на овцу, вы не можете быть учеником. Конечно, многие овцы думают, что они ученики. Если вы следуете за мной только из-за страха, вы следуете за своим страхом. Вы следуете не за мной. И я здесь не для того, чтобы сделать из вас овцу. общество, политики, священники причинили уже достаточно вреда. Большего и не нужно. на протяжении веков из вас делали трусов. Каждый вынуждал вас стать трусом. Каждый вынуждал вас жить в постоянном страхе. Вы постоянно дрожите. Я здесь для того, чтобы помочь вам отбросить эту дрожь. Бояться нечего, потому что нечего терять. Бояться нечего, даже смерти, потому что нет никого, кто мог бы умереть. вам нельзя причинить никакого вреда. Как только вы поймете это, овца исчезнет. Овца может быть последователем, но не может быть учеником. Последователь совсем не обязательно ученик. Последователь просто ищет пути и средства защитить себя, быть в безопасности. Последователь просто пытается переложить ответственность на кого-то другого. Последователь просто пытается найти группу, в которой он сможет раствориться, и его собственные страхи исчезнут. Группу, в которой он не будет одинок. Он просто ищет компанию. Он не может быть один. Он боится быть один. Он не может доверять самому себе. Последователь — это тот, кто не может доверять самому себе. Ученик — это тот, кто доверяется самому себе. Из этого доверия он приходит, чтобы научиться у кого-то, кто зашел немного дальше, чем он сам. Он не последователь. Он не имитатор. И он не ищет безопасности. Он ищет понимание. И даже если это понимание приносит ему больше небезопасности, он готов к этому. Последователь никогда не готов к небезопасности. Он приходит к гуру, к мастеру, чтобы искать защиты, убежище, чтобы спрятаться. Он ищет отцовскую фигуру. Ученик ищет мастера, а не отцовскую фигуру. Он хочет узнать, что есть жизнь. Даже если жизнь небезопасна, он готов учиться. Даже если жизнь предполагает смерть, он готов учиться. Последователь просто хочет карту. Ученик хочет пережить приключения. Он не заботится о карте. Ему просто нужен вызов. «Брось мне вызов», — говорит ученик. «Выведи меня из моего ступора», — говорит он. «Пошли меня в рискованное предприятие, в авантюру», — говорит он. «Последователь, защити меня. Никогда не оставляй меня одного. Без тебя я пропаду. Не гони меня. Только дай мне спрятаться за твоей спиной». Помните, ученик — это искатель. Последователь просто болен от страха. Иногда я чувствую себя овцой. Тогда ты не можешь быть учеником. По крайней мере, не для меня. Иногда я чувствую себя лисой. Да, лиса тоже не может быть учеником. Лиса — это очень хитрый зверь. Расчетливый. Рациональный. Ум лисы всегда ищет больше информации, больше знаний, а не больше пониманий. Ум лисы просто хватает все, что можно схватить из каждого источника. Он становится все более осведомленным и полным знаний, потому что знание дает власть. Лиса ищет власти. Овца ищет кого-то могущественного, кто может защитить ее, а лиса ищет власти. Лиса очень часто притворяется овцой, чтобы нахватать у кого-то немножко еще. Но глубоко внутри лиса учатся только тому, как стать более эгоистичным. Есть люди, которые приходят к мастеру только для того, чтобы рано или поздно самому стать мастером. Это их единственная цель. Они приходят не учиться. На самом деле, глубоко внутри они пришли, чтобы учить. Они учатся неохотно, только потому, что трудно учить, не научившись самому. Лиса слишком хитра, чтобы быть скромной, смиренной. Лиса слишком хитра, полна знаний и расчетлива, чтобы двигаться в глубокой связи с мастером, двигаться в любви. Овца не может быть учеником, потому что овца слишком боится. Лиса не может быть учеником, потому что лиса на самом деле ищет власти. Но оба они здесь. И Ашиш действительно точно подметил это. Абсолютно точно. Иногда я чувствую себя овцой, иногда лисой, и только редко учеником. драгоценны те мгновения, когда ты чувствуешь себя учеником. Подпитывай их. Эти мгновения нужно питать больше и больше, чтобы мало-помалу они приходили к тебе чаще и чаще. Отдай свою овцу и лису этим редким мгновениям, когда ты ученик. Ученик не боится и не ищет власти. Ученик стремится понять, что собой представляет эта жизнь. Он не хочет завоеваний. Он не хочет доказать самому себе, что он что-то из себя представляет. Он просто хочет узнать, кто я. Он никак не заинтересован в том, чтобы доказать что-то. Он просто хочет знать, что за тайна случилась со мной. В глубоком смирении он спрашивает об этом. Его поиск не из любопытства. Его поиск — это не только вопрос, исследование. Его поиск — это поиск истинного искателя. Мумукшу. Его поиск — это мумукшу. Страстное желание узнать, что есть жизнь. Ученик — это тот, кто страстно любит жизнь и хочет узнать, что такое эта жизнь, хочет войти в эту тайну. Любовь или понимание превращают человека в ученика? Любовь сама по себе не сделает из вас ученика. Понимание само по себе так же не сделает из вас ученика. Учеником вас делает любящее понимание. Если вы просто понимаете меня, вы остаетесь далеко-далеко. Дистанция будет существовать, потому что мост отсутствует. Без любви нет моста. Вы будете понимать, но понимание останется сухим. Вы не будете связаны со мной. Я не буду течь сквозь вас. Вы не позволите мне течь. Вы не позволите мне затопить вас, преобразить вас. Вы будете оставаться в стороне расчетливым математикам. И любовь одна не поможет, потому что любовь так наполнена счастьем, что она забывает о понимании. Любовь так наполнена празднованием, что она забывает о понимании. Вы так погружены в любовь, что нет достаточной отстраненности для понимания. С мастером понимание случается только, когда вы отделены настолько, чтобы понять, и в то же время настолько связаны, чтобы понять. Существует мост. Я называю его любящим пониманием. Тогда вы связаны со мной. Тогда ваше сердце вибрирует благодаря мне. Но этот трепет не поглощает вас. Этот трепет не делает вас пьяницей. Вы пьете меня столько, сколько можете, но в то же время вы остаетесь бдительным, осознанным. Вы не теряетесь полностью в этом. Это очень парадоксальное состояние, любящее понимание. Тогда вы в глубокой связи со мной, и в то же время вы остаетесь отделены. Вы едины со мной, и в то же время отделены. Только тогда. И только тогда вы становитесь учеником.